Доброе утро! С вами я, Катерина Чушикина, и программа «У меня растут года». Сегодня мы поговорим о профессии юрист. Юрист – это специалист по правоведению, юридическим наукам, практический деятель в области права. Следовательно, к юристам можно отнести людей, получивших юридическое образование, правоведов, ученых, издающих право, практикующих специалистов в области права. В России юриспруденция как наука возникла в XVIII веке. Быть юристом в то время означало быть практиком в полном смысле этого слова. Преподавание юридических наук в России начали приглашенные Петром I немецкие юристы. В нашем городе есть специализированный вуз – Владимирский юридический институт федеральной службы исполнения наказаний. Туда-то мы и отправимся осваивать профессию. Но поскольку вуз ведомственный, то и говорить мы будем о необычных юристах. Подготовка специалистов на факультетах очного обучения производится за счет средств федерального бюджета. Денежное содержание курсанта достаточно высокое. Дело в том, что курсант является сотрудником уголовно-исполнительной системы. На него распространяются все обязанности, которые сотрудники несут. Наиболее важные качества для сотрудников уголовно-исполнительной системы – это патриотизм, честность и принципиальность. Большое внимание уделяется физической подготовке. Девушки проходят службу наравне с парнями. Например, Алина с детства мечтала попасть в подобную систему. Мне здесь нравится сама обстановка, то есть это никак по другому вузе. Здесь все по-другому, здесь как бы свое государство, свой коллектив, здесь мы дружнее, сплоченнее. Во Владимирском юридическом институте учатся 7,5 тысяч курсантов и слушателей. На данный момент в институте 5 факультетов, 15 кафедр и 3 филиала в городах Иваново, Казань, Краснодар. Молодые люди не жалеют о своем выборе будущей профессии. Вот, например, уголовно-исполнительное право, тут очень интересно проходит практика. Нас посещают, нас вводят по исправительным учреждениям, показывают все как бы на глаз, все как есть. Теоретические занятия курсанты активно совмещают с практикой. Прекратить беспорядки. Пост номер 1 в камере 39, драка в камере. В срок обучения в институте засчитывается в стаж службы. Ведь во время обучения курсант является сотрудником УИС. Выпускники юридического института получают звание лейтенанта внутренней службы и квалификацию юрист. Наши выпускники распределяются после окончания пятого курса по непосредственно территориальным органам уголовно-исполнительной системы. Офицеры в СИН обеспечивают безопасность исполнения и отбывания уголовных наказаний. Предотвращают побеги из мест лишения свободы. Зачастую они совершаются довольно неординарными способами. Как мне кажется, самым неординарным случаем был побег, совершенный с использованием летательного аппарата из одного из исправительных учреждений Российской Федерации. Эту профессию мы оценили на 4 звездочки. Научиться можно во Владимирском юридическом институте Федеральной службы исполнения наказаний. Обучение займет 5 лет. Средний заработок от 25 тысяч рублей. Стартовый капитал не потребуется. Это профессия для сильных и волевых людей. Выбор за вами.